Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Первый самый важный закон, что свобода каждой расы не может нарушаться свободой другой расы. В исключении тех случаев, когда понятие свободы не носит свой первоначальный смысл, а в понятие свободы вкладывается вседозволенность. Каждый может существовать на построенном им пространстве, на тех условиях, на которые они не нарушают интересы других. То есть каждый использует тот ресурс, который он создал сам. И никто не имеет права этот ресурс у него забрать ни в какой ситуации, за исключением тех случаев, когда он вмешивается в чужие интересы, в чужую волю проявлений и забирает ресурс тот, который раса не заработала, а получила незаконным путём. Вселенная по своей структуре гармонична, она развивается. И каждая раса должна стремиться встроиться в эту систему и развиваться вместе с ней, либо быстрее её. Если раса уничтожает вокруг себя окружающий мир и себя самих, у Вселенной есть такой закон, что можно вмешиваться в её развитие, показывая и выдавая ей естественные законы Вселенной, но не влияя на выбор того или иного представителя. Особенно это право сильно действует, так как нарушение этих законов существования во Вселенной выходит из определённой рамки. У паразитических систем есть такая особенность, что они поглощают ресурс, не создавая ничего нового. И если какая-то из цивилизаций с рас начинает жить по этим законам, то вмешательство её жизнедеятельности возможно. Причём в ситуации, в которых даже блокируются определённые возможности и определённые качества представителей этого рода или даже тех, кто ими руководит, вполне возможно, поскольку в сотрудничестве цивилизации существуют законы, которые не может нарушать ни одна цивилизация, ни одна раса, живущая в общем кругу. Если существуют планеты, которые отказываются от выполнения этого закона, то существует ситуация, в которой эти планеты блокируются и лишаются тех источников, которые находятся за пределами их планеты. Та проблема, та зараза, которая существует в этом уровне, либо должна самоуничтожиться, либо заблокировать возможности тех, кто существует на этой планете и пытаются жить по этим законам. Очень часто паразитические силы пытаются внести в некоторые малоразвитые цивилизации, расы, те законы, которые разрушают расу изнутри, имеют эффект чего-то привлекательного. Это одна из хитростей паразитических систем. Обычно это связано с снятием ресурсов у тех, кто их действительно создал, и попытка захвата власти. Так это одна из основных технологий, способов, которые используют паразитические системы, и в целом паразитическая цивилизация. А если это начинается, то талинная раса начинает уничтожать ту планету, ту мир, в которой они живут. Так это сейчас сильно проявляется у вашей китайской расы и у того, кого называете африканской. Во-первых, существует проблема между понятиями задачи рода и в управлении генетики. Во-вторых, не хватает базовых законов, по которым должен жить род. То есть они живут практически на уровне животных. Попытка дать им каких-либо технологий, как правило, приводит к проблемам. Те, кто должны управлять их сознанием, не дают им базовых законов, а лишь учат, как эффективно защищаться и отнимать ресурсы у более слабых. Обычно таким цивилизациям не даются никакие технологии, а лишь даются базовые знания, которые они должны сначала реализовать на уровне своих рас. И только тогда, когда они покажутся, то они могут гармонично жить в окружающем мире, им могут даваться те или иные технологии. Дело в том, что получать большие ресурсы можно без больших затрат. Но если эти ресурсы дают тем, кто не контролирует себя, жетопрозитским законом, то они выходят на ту ситуацию, когда используют технологии, устраивают войны, и всё равно не используют технологию для выживания, а используют эффект захвата и попытка использовать чужую силу для реализации собственных идей. Все расы, все касты, представители всех народов гордятся своим происхождением, своей расой, но у многих нет никаких причин этим заниматься. То есть они не обладают никаким истинным качеством, которого достаточно, чтобы этим гордиться. Прежде чем что-то возвеличивать, нужно создать тот уровень, на котором система может выходить за пределы себя самой, не разрушая окружающее пространство. Сейчас практически ни одна из существующих народов, ни существующих рас это делать не может. Она либо ворится в собственном соку, при первой возможности начинает под себя подминать другие касты, либо стремиться к какому-то внешнему эффекту, не меняя внутреннего содержания. А без этого невозможно что-либо изменить. Изменение внутреннего ресурса невозможно что-то изменить во внешнем. И если это изменение приходит, оно приносит проблемы, поскольку без понимания правильной задачи любой цивилизации, в любых задачах любой сущности не может быть эволюции общества в целом. Можете что-то ещё добавить в законах и правилах, по которым существуют цивилизации? Существует такое понятие, как развитие. Когда вы стремитесь от той начальной точки, на которой вы существуете, и пытаетесь использовать свои усилия, знания, которыми обладаете вы, либо которые вам могут быть даны для того, чтобы изменить к лучшему тот потенциал, которым вы обладаете. Всё это опирается на понимание законов окружающего мира и ваших задач в этом мире по отношению к себе самому и к окружающему миру. С этих базовых понятий начинаются все остальные законы. Если их нет, то всё остальное не будет правильно двигаться, и самые лучшие начинания могут привести к даже глобальным катастрофам. Каждый народ, каждая раса должна уважать интересы других рас и не вмешиваться в их интересах, связанных с эволюцией, не пытаться забрать то, для чего они ещё не готовы и то, что они не могут правильно употребить. Самый лучший эффект достигается тогда, когда каждая народа или каждая раса достигает чего-то через собственный опыт. В этих случаях кристаллизация идёт на уровне гинокода, и этот гинокод очень правильно и гармонично выстраивается. Попытка смешивать разного качества энергии, разного качества технологий, разного качества закон и понимания приводит к тому, что в одном теле существуют две силы, которые не могут существовать вместе, и это приводит к конфликту. Как правило, это война, либо неумелые попытки изменить общество к лучшему, когда люди неэффективно используют имеющиеся ресурсы и приводят общество к внутренним проблемам. Сейчас базовые законы любой из ваших существующих рас, народов, построены так, что каждый стремится доминировать. Изначально это неправильное понятие. Никто не должен стремиться к доминированию, каждый должен стремиться к развитию своего народа в той ситуации, когда они разрушают окружающее пространство. Как доминирование, как правило, связано и захватываем чужих ресурсов. Каждый должен использовать только тот ресурс, который он сумел построить сам. Только тогда, при этом, при правильном понимании, можно действительно что-то создавать, а не что-то разрушать внутри народа. Народ, который считает, что он может потреблять ресурсы другого, только потому, что он чем-то лучше, изначально опасен для всех остальных и ни к чему хорошему, ни к чему правильному, естественно, не приведет, даже если пытается поставить во главу какие-то законы справедливости или какие-то нормы или правила. Без базовых и изначальных законов невозможно изменить что-то остальное. Те законы, которые существуют сейчас, они складывались многими миллиардами лет и тестируют на разных цивилизациях. Этот закон действует безраздельно и ни в какой ситуации не может быть изменен. Верно сами по себе, в различкие ситуации, самоуничтожаются, поскольку любая цивилизация, которая не движется к революции, к самопреобразованию, подключает код самоуничтожения. И существует не только тогда, пока можно потреблять чужие ресурсы, но чужие ресурсы тоже не бесконечно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok